Выставка из каменского района. Во-первых, хочется вспомнить, что сегодня день рождения Юрия Борисовича Норштейна. И когда я готовил эту выставку, у меня в голове крутилась фраза великого художника. Для него самыми важными словами являются пространство, миросозидание, мировосприятие и возвышенность. И когда я смотрел на эти картины, когда я это взял, я видел очень много пространства, мировосприятия, возвышенности. Эти художники очень разные, но не то чтобы философские, но которые очень чувственно относятся к распоряжающему пространству, и его сакральным сторонам, и его, может быть, символом, человеческим божественным символом. Художники очень разные. Для наивного искусства, для исследователей наивного искусства всегда интересны. Наив, как рок-н-ролл-шип, для рок-н-ролл-дон, у нас тоже, буквально недавно был круглый стол, наив сегодня и будущее. То есть вопросы возникают, и не являются нашим исключительно советским феноменом, но из ухода советской культуры, советской истории, может быть, уходят авторы. Ну, конечно, здесь, например, в том маленьком зале есть тематика такая советская, но в основном люди думают о более каких-то о вечных вещах, не обязательно официальных, острых. Вот в этом зале два брата Мазарецких, Игоря и Алексея, вот. Очевидно, что у них какой-то, не знаю, мантастички, эзотерический взгляд на мир. У Надежды Беловой тоже эзотерика, там, шампула, от великих учителя, цветы и прочее. Ну, не знаю, может быть, каменскурорский обладает таким, каким-то особым, ну, может быть, какая-то там бомба взорвалась над ними, и они все стали думать о эзотерике. Ну, вот такой отбор, ну, хотя есть и более земные. Особенно интересно сочетать с биографией художников, поскольку тот, например, Грибов. Он начинал рисовать еще до войны, рисовал попанинцев, поступив в зубочной народной нефтельной мигрушкой. Жил из Шпицбергене, потом воевал, потом попал в плен. Но в плену, помимо того, что он очень многое убегало из плена, его гимнцы обратно в слагед забирали, сажали. У него была большая копия предпричина о том, что американцы и англичане не хотели их распускать в Советский Союз. И в своей картине он раздал радостное явление возвращения на родину, в картине репатриарции изобразила. Одна картина села лишь на выставке, но она очень такая, много, очень глубокая. Ну, потому что трагедия была вернуться на родину, в СССР. И он изобразил этот момент возвращения. И в своей фтеографии он пишет, ему очень большое значение это ему придает. С Каменском я знаком давно, еще в свои футлерные времена. Мы там в музее Дорожьей Руби с днем Недовостяшкиным именем, который сейчас музей назвал. Поготовили его печать. Это совсем не Боржовщина, это настоящий футлер, настоящая этнография, которая была приготовлена к печати в 1915 году. Но из-за войны Первой мировой его не издали. Потом в 1964 году было подготовлено к печати, а опять не издали. И мы издали, подготовлено к печати все собрание, издали первые там уральские сказки и получили за эту премию книгогода. Ну, то есть в Каменске обнаруживаются различные сокровища. Потом я стал по наивным делам туда ездить. И я обнаружил, что там работа ведется до сих пор не хуже того, что было когда-то в Алапаевске. И вот мы сейчас открыли два таких феномена на Урале. Алапаевский феномен и Каменский феномен. И это очень радует. Мы будем открывать больше. Вот там прекрасные люди в Каменске работают. Там есть такая история. Есть музей кривейский. И у него есть филиаловый висточный зал. Висточный зал работает как бы с живущими художниками. Их художники не хранятся в музейной коллекции, а на руках у художника. Из этой всей выставки только восемь работ принадлежат. Находится в фондах музея. То есть выставочного зала. Честный. Взятый из личных собраний художников. Это было некоторое юридическое сложное заключать договор. Но тем не менее. Сотрудники выставочного зала очень хорошо поработали с авторами. Те предоставили картины. Они помогали отбирать. Вот в основном это их заслуга. Три прекрасных девушки сегодня приедут и расскажут, как они работают с художниками. Мне кажется, каждый художник интересен свой, а братья я могу о некоторых из них рассказать. Вот Николай Иванович Леенков, ему уже больше 80 лет, он до сих пор занимается камнерезным делом. Он привез специалист по камням. Ну, любитель. У него есть такая, была студия, где он занимался с петьми камушками. И когда он пересчитает, какие минералы включены в каждую из этих структур, это, ну, то есть там более 5, где-то до 10 минералов в каждой структуре, это монтажная техника, то есть вырезать, монтирует, живет. Это работы уровня, я не знаю, даже по Денисову-Уральскому. Особенно радует меня любимый мультфильм с детства, опять-таки, возвращаясь к Юрию Наштену, это Варежка. Варежка это мой самый антёплый в сценарии детства, когда у меня в доме был кинопроектор, глухонемой, номер 8-минутровая плёнка, я смотрел этот мультик. И серия работы на тему лидеров G7. Маргарет Тречерс, Фереза Мэй, Фумифика Суни какой-то. Ну, там в Японце меняются премьер-министы чаще, быстрее, чем делается одна работа, как я не знаю. Трюдо, травм, 6-7 здесь, кого-то нет, итальянцы, по-моему, нет. Ну, совершенно уникальное явление для любителя, такое знание минералов и изготовления таких тюклов. У Ангела Меркель на руках два негритёнка. Ну, то есть, это та история, когда там Кёльн, мигранты и вот эта вся история. Вот, кто взяли, в первом практически, это Александр Якунин, который пишет на местные темы, но тоже их превращает в какую-то голосовскую проблематику, связанную с новыми русскими, там, с будущим планеты, ядерный взрыв и прочее. Столкновение человека в лесу с любви, то есть, как бы, с цивилизацией природы. Вот. Александр Евгеньев, интересный молодой человек, пишет картины немножко с намёком на арбрюд, такую немножко грубоватую стилистику, отходящую от такого возвышенного мурио. Ну, он, по-моему, какой-то ментальный инвалид, ну, я, на взгляд, я с ним тоже знаком, но это неважно. Он тоже, картины не такие постаральные внутри мордик, а какие-то сюжеты, какая-то проблематизация существует в его живописи. Надеюсь, он тоже сегодня приедет. Они, если нужно, выезжают из Каменской и через некоторое время. Крабцов, там, в первом зале художник, странно удивительный. У него особый колорит. Ну, и тоже каждая картина, это проблема, это некая тема, это история и про войну, и про Адаминстан. Ну, что-то такое. Вот. Ну, конечно, больше всего я хотел представить Алексея Мазалецкого и его «Грата». Они такие сюрреалистические картины с космическими кораблями, летающими тарелками, летающими над нашим миром, а, может быть, уже не нашими. Потому что пейзажи тоже такие-то очень кропотливые, тщательные. Может быть, это и не наша земля уже, который у нас ее отнял и зажил сам. Андрей Анатольевич, а вот автора этих парных двух портретов? Ну, а пылочный каменский художник нарисовал свои бабушки, где-то, у которых он уже не видел, по-очень, он просто по воспоминаниям нарисовал свои проекты. А еще что-то он рисует? Он уже умер. Были его рисунки, но, как я уже сказал, в музее, в выставочном зале он много не хранит. Вот эти две работы, они свой фонд забрали. В танцевом зале это работы стали художников, которые уже и живут, и они хранятся в высочном зале. И Коршунов, где есть, он тоже воспоминания о войне. Вот, и Куловский, он нарисовал, как бабушка и дедушка, по стилистике того, раннего примитива, кусательного или дворянского портрета. То есть стилистика не советского наива 30-50-х, тогда более раннего примитива. Хороший портрет. А можно еще про деревянные вот эти штучки, очень милые? А, можно еще пиво. Ну, всю жизнь мечтала пойти куда-то в офисы на художника, но так и вот она стала пекарем, работала в булочной. И в конце жизни, простите, вот в возрасте, там, за 60, она обнаружилась в саду такие теплые, фактурные, разные досочки, деревяшки, которые жалко было сжигать. И она решила как-то монтировать. Вот, и начала монтировать. и такие, ну, как бы и прикладные вещи, некоторые из которых превращены там в вешалки. Вот она, ну, пытается, может быть, кому-то интересно будет купить такую. Вот, ну, то есть, делает и с прикладной целью. Но, нужно сказать, что на Западе такая стилистика очень пользуется спросом. Есть, если, я знаю, английская художница, делает такие же причалы, уголки городов, кварталов. На мой взгляд, ну, вот Филоса Бодряк говорила о старых вещах. В них существует какое-то обаяние старинное, вот это вот поюзанное деревяшка, потресканная, там, с облупившейся краской. Она такая очень привлекательная, с нее хочется что-то сделать. Наши друзья эмальеры, погорячие эмальеры, которые работают, они всегда свою работу монтируют вот на таких старых досках от забора. И Валентина Сергеева, она как бы с какой-то особой умелостью их сочетает совсем минимум дополнительных предметов, беремочки, те же самые, линейные пряточки, и получаются уголки такие очень приятные. И как самостоятельное произведение, и может быть в интерьере, но там же завис от дизайна, который есть. они очень теплые, очень домашние. Я надеюсь, мы тоже сегодня приемли. Еще вопросы? Меня радует такое интересное сродство с этими работами. Когда выставка приезжает, она две недели монтируется, и каждый день утром открываешь, заходишь, вечером закрываешь, проходишь минуты этих работ и прикипаешь к ним. Ищешь какую-то свою логику разговора с ним, с работами, со зрителями. И понимаешь, что каждый уголок этих залов он наполнен своей энергетикой. Одно дело проедет, допустим, по картинам Алексея Мазалецкого, другое дело проедет по картинам Александра Якунина. Совсем уютный, такой, ностальгический, немножко трагический зал связан с войной, и находишь какую-то свою интонацию с каждым из уголков этого зала. Очень-таки, на мой взгляд, получилась очень телесная ризонирующая выставка, в отличие от предыдущих. У каждой выставки свой какой-то камертон, своя мелодия. меня очень радует, потому что наивший, как сказал наш друг Артемий Феймарданов, которому недавно присвоили звание заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан, наивший враг. Андрей Анатольевич, я вот услышала о всех, кого посмотрела, но в два зальчика я не успела зайти, а вы про них не сказали? Там Разми Кахшалян и Сергей Баков. Сергей Баков закончил Нижне-Тагильевское училище художественное, он как бы считается профессионалом, но его как бы для разнообразия добавлено. Там две картины, вот такие пейзажные зимние Каменск-Уральские охранные плоски. Разми Кахшалян родили, естественно, из Армении, потом уже в зрелом возрасте переехал в Каменск и рисовать начал будем на пенсию. Понятно, что мелодия Армении разной, там армянский танец, очень интересная картина турецкий гамбит, связанная с рассказом его дедушек, который говорил «Могила моего отца меня спасла». То есть в начале XX века, когда были турецко-армянские конфликты, в садике турки вмечались за мальчиком и он спрятался у какого-то камера. И турки на всем ходу развернулись и уехали. А Каменник оказался могилой его отца. И он все же чудесно слышал эту историю и воспроизвивал в картине. Спасибо. Два человека у нас уже выставлялись, Размика в Шаряне и Надежда Белова. Они выставлялись на конкурс «Сырой Победы» в той юбилею Великой Отечественной войны. И Нина Белова получила призовое место, но в федеральном масштабе, когда Москву привезли. Размика в Шаряне на оригинальном так и здесь. А, Ильян тоже был вместе с вот этим. А, Ильян, да, как он называется? Разведка. Разведка, да. Там в маскхалате в городе обращается с девушкой-санитаркой. То есть тоже культуру возили в Москву. Была громадная выставка и наши люди и там неплохо. У меня буквы уже нет. Да.